Казахстан не может обеспечить всех желающих вакцины Pfizer. По официальной статистике, ежедневно в стране эту прививку вводят почти 16 тысячам человек. Действительно, спрос на вакцину высокий. Люди даже готовы прививаться Pfizer за свой счет, лишь бы дали такую возможность. Однако чиновники из Минздрава так и не смогли объяснить, почему вакцина доступна не всем. Саяна Санакова разбиралась в теме. Pfizer могут получить только беременные и кормящие женщины, подростки, а также люди в возрасте до 60 лет. Последних Минздрав добавил к этому небольшому списку совсем недавно. На брифинге по эпидситуации в стране и циркуляции омикронштамма Ярлы Тукжанов заверил, что вакцинация по этой категории людей уже начата. Тем более в запасе есть 5 миллионов вакцин. Одна часть на вакцинацию, а другая на ревакцинацию. По информации председателя комитета сан- и педконтроля страны Айжан Есмагомбетовой, в Казахстане есть полмиллиона доз вакцины Казвак. Примерно столько же спутника ВИ. 1,3 миллиона доз вакцины Синофарм и 2,5 миллиона доз Pfizer. Вообще должны завезти Pfizer в 4 миллиона доз. На сегодня завезли 3 миллиона 400, то есть 600 тысяч доз мы дожидаем в ближайшее время. Теперь использовано Pfizer на сегодня 452 тысячи – это для первого компонента, то есть вакцинация первым компонентом, и порядка 240 тысяч – это второго компонента. Что касается срока годности вакцины Камеронатипфайзер, то срок годности сентябрь месяц включительно. Миллионный запас доз вакцины от КВИ уже есть, однако в регионах распределение вакцин неравномерное, и выбор ограничен. К примеру, в одной из поликлиник Усть-Каменогорска корреспонденту «Инбизнес Киезет» заявили, что для вакцинации населения у них в наличии нет никаких вакцин вообще, а для ревакцинации имеется только Казвак. Есть и Pfizer, однако опять же только определенным категориям населения. У заместителя премьер-министра страны на этот счет свое мнение. Дальная часть – пожалуйста, используйте наши вакцины, друзья. Казвак ничем не уступает по эффективности, спутник ничем не уступает по эффективности. Тем более, если учесть, значит, Синофарм, он сегодня признан ВОЗом. Синофарм можно спокойно применять и выезжать за рубеж. Поэтому только сегодня поднимать вокруг только одной, значит, одной вакцины, я думаю, это, наверное, не совсем будет правильно. Тем более, это возможность выбора для наших граждан. Если поспорить с Яролы Тукжановым, то нужно упомянуть, что Казвак, в отличие от Pfizer, не зарегистрирован в ВОЗ. В министерстве сообщают, что сначала Казахстан должен достичь третьего уровня национального регулятора. Тогда нашу вакцину официально рассмотрит Всемирная организация здравоохранения. Это международные стандарты и требования, которые сегодня предъявляют, говорят специалисты. Дали нам определенные рекомендации. Данные рекомендации по девяти направлениям на сегодняшний день нашей компании, в том числе национальный регулятор для исполнения работает. Ожидается, что на втором и третьем квартале текущего года миссия ВОЗ повторно будет посещать нашу страну и смотреть, как реализованы их рекомендации. По поводу сертифицирования вакцины Казвак работа плановая и системная проводится. По данным министерства, вакцина Pfizer появилась в Казахстане только в конце 2021 года, а переговоры с компанией шли целый год. Ведомство уверяет, что именно благодаря спутнику и Казваку удалось вакцинировать стране до 80% населения. Однако популярная в обществе прививка Pfizer остается самой желаемой. Ведь отзывы о ней хорошие, и препарат получил одобрение на международном уровне. Его применяют во многих странах, а уж если его разрешили для применения детям и беременным, значит он самый безопасный. Что делать казахстанцам? Вынуждено прививаться другими вакцинами или ждать, когда наш Казвак будет сертифицирован ВОЗ? Саяна Санакова, Атамикин Бизнес